всем привет а будет обзорчик что у меня цветет на июнь месяц потому что они тут сами без меня цветут у меня как-то такое было бывает у всех наверное когда забегаешься и ни на что не хватает времени вон там где повесила эту тряпочку она только что отсюда отвалилась это был самый первый цветочек который уже отцвел и дальше вот у нас три красавчика это у нас ангрекум леонис как же я люблю ангрекум и все мне мечта купить тут огромный месяц не вспомню как он называется с такими вот большими огромными листьями и здоровенными цветами так по пулкам сначала это интермедиа альба вот тут у нее сколько было уже не помню показывала 3 цветочка по моему руки как сюда зеленые то что ж такое и вот этот один цветочек зацвел потом но он цветет намного дольше чем вот этот вот букет цвел тогда моя дигби она наконец-то я купила как-то одну и она наверное была детка я вообще такая детка но ей нужно было акклиматизироваться у меня она долго сидела долго думала или может у нее спячка была я уже не помню в общем я устала ждать когда она начнет расти и я купила еще одну я не помню кто из них потому что я еще не искала вторую это я покупала прошлом году так минуточку нет не в прошлом году почему же не записано ну да ладно они у меня точно пару лет потому что я уже устала ждать это нарастет рост и которые будут шести в общем не будем смотреть там почки почки растут вот это вот у нас такое первое цветение кто-то нас еще погрыз видать закрытом состоянии когда мы были и не спас нас даже тихо тихо она разодрала как-то тоже так неожиданно сидела сидела потом бац тихо потом бац вот что значит времени ни на что нету когда поразглядывать как это у них все тут происходит продолжает шести стартаст где-то тут что-то еще что-ли видела о мамочки вот что значит тут давно ли не было действительно есть у меня цветонос а я думал что я наврал вот свет смотри а я помню что где-то цветонос видео а потом ради все обрыва и нет у меня никаких цветоносов думала приснилась есть цветонос так тут мало что дендробиум уже все подсветали кто те так растет то сам растет это как он не эпидендром вечно цветущий круглый год и вот его отцвелшие цветочки снизу отпадает сверху наращивает пищи от который на солнышке был я уже показываю прошлом видео прошлых видео на солнышке стоял были цветочки розовые стоит сейчас вот под такой сеткой там 50 процентов или 60 не помню это достаточно притеняет у него белые цветочки продолжает свести гастрохиус диапоникус уже вот такой у нас букетиси или это вот так как-то надо да а вот так правильно такой у нас букет это там два цветоносика и тут вот у нас еще один растет а на этой ветке там какая-то пимпочка может быть тоже тоже вот такой вот цветун миниатюрный раз зацвела моя мухоловка ее чуть-чуть подмочила и цветочки так скокожились вот одна вот вторая надо попробовать их переплить но они сейчас мокрые навряд ли что-то получится отцветает все еда и ходения остались вот только палки тоже видите разлетается так куда же я шла зацвела я забыла как это полностью называется вот такой вот когда я тебя покупала ага нам год уже где я тебя покупала в химии эти на выставке я не помню наверное это первое у нас цветение посмотрите я еще даже не заходила посмотреть сами эти цветочки то что губа трясется понятно смотрите видите у них усики вот сейчас я руку подставлю у них еще усики как у бабочек ну надо же мне прелесть две ветки уже зацвело там вот еще одна там три столь а вот еще одна вот куда я смотрю на четыре ветки аж так ладно но этот который никогда не цветет я уже показывала эпидендриум он только растит растит здоровенные плотные листья ни разу не видела как он цветет и вот еще зацвела моя красавица ждала пару лет наверно да так все чтоб не брехать даже я тебя купила ну что такое пару лет точно потому что пару зим она мне уже на это зимовала купила я ее у нашего члена клуба и еле и адаптировала потому что он засушивает свои растения и у него к этому привыкшие а она что-то не очень любила это все дело он мне ее дал зим перед зимой говорит я их зимой не поливаю но я же так и делала а я тогда еще такой прохамбла что он говорит что и делала смотрю бульбы сохнут морщатся ну чтобы куда не поливать у него там может быть вернее не может быть у него же теплица там даже если не поливать там в любом случае будет влажность если он даже не поливает все равно им даже поливает это важно и сдерживаться у меня тут что зимой печка еще работала все высыхала в общем пока я нашла подход пока я нашла вот это вот когда говорят одно и а нужно делать так как у тебя условия позволяют в общем вот это у нас первое цветение всего лишь один цветонос то я не показала как он называется так вот энциклея 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 9 11 12 12 13 15 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 Она такая цветунья, оказывается, любит лагу, я не сказала, как она называется, Севикингия, очень такие, у меня у нас тонхопеи похожие цветочки, но только, конечно, в миниатюре как бы. Да, тут попугайха сюда переехала. Отцветает моя Ванда, или я даже не знаю, цветает она или ее кто-то поел, вот эту вторую ветку. Почему-то эти цветочки отцветают, там какой-то паучок еще ползает, но я думаю, что это не он. Ну, вторая ветка хорошо еще посмотрит. Так, из цветущих продолжает все еще цвести этот паучок, но он, хотя, ну да, наверное, он уже отцветает, но он такой упругенький. Это ж сколько он уже цветет. Пару месяцев, что ли, когда я его показывала. Это он у меня где-то полтора года, да, вот так вот называется. Хамана. Так, зацвел. Ты у нас кто? Эта этикетка еще осталась, то что я его опыляла, надо снять. Так, а ты у нас кто? Пару месяцев и пикатлея Микоа Приме. Ну, если я правильно читаю, еще тут чтец. Вот. Покупала я в феврале ее, вот, с бутонами. Они отцвели, и вот она отдала из ответвления старой ветки, старого цветоноса, еще два цветочка. Это уже у меня зацвело, это уже, это уже мое цветение. Так, продолжает цвести шилашиста. Парищи. Где-то я там видела, у нее даже листики почему-то растут маленькие. Ну, в прошлом году тоже росли. Но, по-моему, вот эта волоконат цвела. Так. Продолжает цвести. Да, да. Цветут, скажи. Она кричит, уйди. Когда она была маленькая, сейчас она уже старенькая. Ей уже лет десять себе шею высипывает, вроде она этот. Как они, есть такие птицы с голыми шеями. Так. Не мешает вентилятор, я не могу подобраться. Да. Как она называется. Я уже его показывала тоже в прошлом цветении. Анди Анфая, да. Это в этом году будет... Год, да, как он у меня. А это второй. Ну, не прелесть. Я уже рассказывала, я увидала его. Светика из Америки. И прям влюбилась. Ну, посмотрите, две эти туфельки. Какая прелесть. Так люблю вот эти вот их губы, эти башмачки. Так. Не хочу выключить камеру, давайте прогуляйтесь со мной. Так я шла в другое место, но заметила, что я пропустила вот эту акселярию. Вариабелис Йеллоу. Она цветет постоянно, по-моему, круглый год. То есть она зимой цвела. Вот до сих пор цветет. И пахнет такой какой-то карамелькой, что ли. Ну, пахнет она только если ее понюхать. Вот как говорят, например, бульбафилл воняет. Он воняет только если туда нос сунуть. Точно так же вот она. Она пахнет, да. Ну, запаха же нет вот на все вот это вот помещение, на это все помещение. Если ее понюхать, то да, она пахнет. Но точно так же можно его бульбафиллом держать ради его красивых цветов. И не нюхать его. И не будешь знать, пахнет оно, воняет оно. Так, это у нас первое цветение тоже. Покупала я его в прошлом году в сентябре. Дендробиум. Ну, спрятался. Василия. Я показываю куда-то. Вот он. Сначала распустилась вот эта ветка. И за ней уже распустилась вот эта. Завтра у нас собрание архаманов. Думаю, взять ее и кого-то еще. Ехать далеко. Большие растения не могу с собой тащить. Мне получается ехать на пароходе, потом на двух автобусах пересадки. Машину я с острова везти не буду. Это очень дорого. Ну, если бы я ехала по делам и срочно мне нужно было, а там просто поехать цветочки показать, машину тащить. Это расточительство. Висела она у меня по-другому. Вот так вот. И переросла этот блок. Надо было ее как-то посадить пониже. Ну, вот пониже у меня почему-то не получилось. Я ее посадила вот так. И она этот блок переросла. И я ее повесила вниз головой, чтобы она развернулась и полезла по этому блоку обратно вверх. Ну, вот видите, листочек один завернулся. Я думаю, что следующие тоже где-то как-то вот так вот здесь завернутся и полезут вверх. Поэтому она у меня сейчас вот в таком вот состоянии. Ну, мне это даже нравится. А куда же я шла? Тут у меня цветет хойка. Хойка с сердечками я все никак не покажу. Она не откроется. Какие у нее были некрасивые цветочки. А вдруг в этом году красивые зацветут? Так, дендробиум. Я его привозила в феврале. До сих пор у него цветет один цветочек. И на детке, это не детка уже, это новый рост. Я его покупала таким, но он у меня не дорос почему-то. Я не знаю, будет он дальше расти, не будет он дальше расти. Он у нас растет цветочек, не цветонос. Он один, поэтому цветочек, да. И вот вроде бы все. Хотя я сейчас, наверное, покажу. Или уже в другом видео. Что у меня еще? Зацвел дендробиум, не дендробиум, а любофилум. Вот такой. Но он очень вагу любит. Я смотрю, он бутончики сушит. Вот мне подсказали девочке, как он называется. Вверху подписан какой. Это я его покупала в феврале на выставке в Токио. Он засушенный что ли? Или тут один какой-то цветочек был? Самый первый. Несколько недель назад зацвел. Так. Именно тебя посмотрим. Такой мелкий. Я даже не пойму, он фокусируется или нет. Но этот язычок у него, как у всех оба ибофилумов. Шатается. Наверное, досниму уже, чтобы... Так. В общем, вот он доцветает. Этот один единственный долгожданный цветочек, который пахнет кокосом. Ну ничего, я думаю, что в следующем году у нее будет намного больше. Растит свой цветонос Ванда. Это Аскоцента. По-моему, они сейчас называются уже Ванды. Их всех в Ванды перенесли. Это принцесса Микаса. Голубая. По-моему, голубая, а не рожевая. Так. Покажи. Пинк. Там вам пинк написано. Это у меня ванилька. Я по совету Марси. Это давно уже. Ну как давно? Год назад. В прошлом году, наверное. Пинк. Я сделала такое ей герело. Зимой я его заношу. На лето я его сюда привязываю. И я его ставила так, чтобы она вот этой вот стороной была там. В теплице. И точно так же ее вынесла, чтобы она не теряла ориентацию. Поставила, прикрутила ее сюда намертво. Ну как намертво, до зимы. Чтобы она не двигалась, ее никто не крутил, не вертел. И вот она растет. Вот эта у нее новая ветка. Так прям срочно пошла расти вверх. Ей тут понравилось. Так, из цветущих. Это моя реанимашка у Миражка, которую я позапрошу и зимой заморозила на улице. Ничего, выросла. Нравится ей тут на блоке. Светины Маздывали. Как же она мне нравится. И сейчас вот такая вот погода. Вот я думаю, я так люблю жару. Но вот ради цветов, орхидеи, я бы, наверное, согласилась бы, чтобы всегда такая вот погода была, как сейчас. До 25 и не выше. Где такое найти? Где такое место на земле? Так, а это наша, которая цветет. Я все думала, что она закапризная. А Света говорит, что она цветет осенью. В общем, мы растим. Росты. Так, кому интересно про мою змейку тоже, девочки, кто спрашивал. Мне самой тоже интересно. Кто-то села и буду видео затягивать. В общем, вот так вот. Она тоже сейчас вот дождик был. Политая. Я надеюсь, что она счастливая. Так как мох лесной. Там снизу у нее пеноплат дренаж есть. Ну, пока что не видно никаких вот изменений. Сидит, спит. Зацвела пурпурата. Она свои огромные чехлы нарастила еще зимой. И все вот с ними стояло закрытыми. И только недавно, совсем, ну, несколько дней назад, они у нее проклюнулись. И стали очень быстро, срочно расти. И вчера вечером были еще закрыты зеленые бутоны. А, нет. Вчера утром. А, ну, вечером, когда я приехала, уже было поздно. Я зашла сюда, к орхидеям. И смотрю, у нее открытые цветы. Как они так быстро у нее ночью сформировались, открылись. И вот это вот я уже с утра бегом ее снимать. Какая она красивая. Выросла у нее два роста. Такие прям одинаковые. Ну, чуть-чуть тут повыше, пониже. По листьям, в принципе, они одинаковые. На каждом по три цветочка. Отлично! Louisですか? КОНЕЦ